На первый взгляд Гренландия непонятно зачем нужна. Огромный остров, 2 миллиона квадратных километров скал и льда. Население крохотное, 56 тысяч человек. Вся экономика, экспорт креветок и рыбы. Люди на острове живут за счет этих промыслов и субсидий от Дании. Последние годы еще туризм развивается. Но у Гренландии важнейшее стратегическое значение и, как считают ученые политики, колоссальный потенциал. Стратегическое значение. Между США и Данией есть договор о совместной обороне острова. По этому договору Америка разместила в Гренландии авиабазу на месте бывшего эскимосского поселка Туле. Здесь американские военные отслеживают запуск ракет, в том числе российских. А еще наблюдают за космосом с помощью огромного радара. В Туле у США также есть аэродром и морской порт. Обосноваться на острове пытается конкурент США, Китай. Но пока его тормозит правительство Дании. Хотя у Гренландии свое собственное правительство, вопросы обороны и иностранных дел ведет Копенгаген. В 2018 году китайская госкомпания почти получила контракт на строительство нового аэропорта в Гренландии. Но правительство Дании наложило вето на эту сделку. Сейчас Гренландия – это креветки и рыба. Но ледники острова скрывают огромные залежи металлов и энергоресурсов. Железная руда, свинец, цинк, алмазы, золото, медь, уран и нефть. А также большие запасы редкоземельных металлов. Все это станет доступным, когда ледники растают. Редкоземельные металлы – особенно важный ресурс. Сейчас примерно 70% мирового объема поставляет Китай. И все, включая США, зависят от этих поставок. Запасы редкоземельных металлов в Гренландии оценивают почти в 40 миллионов тонн. Это чуть ли не треть мировых запасов. В 2013 году парламент Гренландии отменил запрет на добычу урана. Появились возможности для горнодобывающих проектов на острове. Австралийская компания Greenland Minerals уже планирует построить крупную шахту по добыче урана и редкоземельных металлов на юге острова. Будущее освоение ресурсов в Арктике в интересах большого числа стран. Сильные игроки в регионе – США, Россия, Норвегия, Канада и сама Дания. Ледники тают и появляются новые возможности для судоходства. Большой интерес здесь у Китая, который уже начал строить ледоколы. В прошлом году власти Китая заявили, что хотят создать полярный шелковый путь в Арктике. Будущее Гренландии, впрочем, зависит и от самих гренландцев. Недавний опрос показал – почти 70% местных жителей в будущем хотели бы получить полную независимость от Дании. Жители острова понимают, что климатические изменения повлияют на экономику Гренландии. И в будущем у них будут не только креветки и рыба, но и огромные запасы ценных ресурсов. Ольга Бешлей. Настоящее время.